Играю вторую партию с гроссмейстером Владимиром Добровым на ческом Первого проиграл, а сейчас постараюсь белым цветом взять реванш Е6, возможно это Немцович, возможно Каталон, скорее всего Немцович, да Ферзь Е7, недавно разбирал этот вариант, здесь же 3 играем Посмотрим, что из этого получится, может быть какие-то домашние разработки мне помогут Конь С6, рокировка, сейчас последует слон Д2, я беру конем И на Д6 Е4 хожу, на Е5, Д5 И конь у меня идет на Е1 Стандартный перевод коня на Д3 План Ф4 продвинуть, а также конь будет помогать ферзьевому флангу И здесь схожу Б3, чтобы на А4 встретить ходом Б4 В принципе эта позиция стояла в анализе, и она оценивается здесь как небольшой перевес у белых А как дальше играть, уже будем думать Конь Б4 Естественно соперник рассчитывает на то, что я возьму, и он открыт линию А Мне это не выгодно Поэтому, наверное, конь Б2 здесь отойду Заодно ход А4 станет невозможен для черных А сам хочу согнать коня А3 ходом И дальше вернуть коня своего на Д3 То есть получится, что ход конь Б4 был бессмысленный Но я также трачу на это темпы Чтобы его оттуда согнать Ну, ферзь Е2 пока что Разовьюсь Посмотрим, куда пойдет конь с Д7 Наверное, на С5 Позиция у белых, в принципе, достаточно надежная Но нужно выбрать точный план игры дальше Просто так стоять на месте нельзя Ход С5, если честно, неожиданный для меня Я больше ожидал конь с Д на С5 Но посмотрим Для чего так было сыграно Пока что задумку черных я не разгадал Не понял, для чего они так сыграли Возможно, да, Б5 какой-то прорыв У меня есть ход Б4 Но тогда после двух взятий Поле С5 станет доступным для соперника А я не хочу, чтобы оно было доступно Поэтому заблокирую И буду пытаться создать атаку на королевском фланге Путем владея с А на Е1 И Ф4 Так, а здесь уже конь С2 Неприятный ход Он перейдет на Д4 И будет там угрожать мне со всех сторон Брать тоже невыгодно, я считаю Поскольку поле С5 Будет доступным для коня Поэтому конь Б1 Защищаюсь от хода конь С2 И хочу перевести второго коня на С3 Потому что на Д2 ему, объективно говоря, делать нечего А на С3 уже может пойти потом на Д5 и на С7 Так же к пешке Д6 прицепиться Ну и Ф4, наверное, здесь сразу можно сыграть Снова у меня меньше времени Нужно будет ускоряться Но считает свою позицию здесь Достаточно перспективной И по дебюту вышли неплохо Так Ну давайте Ф5 Попробую на короля Захватить еще пространство И начать атаку на короля Поскольку у черных Абсолютно нет никакой контр-игры Я играю H4 Проиграть я здесь, в принципе, никак не рискую А у черных все-таки тесно Перевожу ладьи на линии H И после этого буду грозить взятием На G5 Естественно, соперник тоже не стоит на месте Переводит свои фигуры Так Брать HG я считаю неправильным Поскольку после FG Конь у него перейдет на F6 Поэтому, я думаю, разумным было бы Сохранить напряжение И залезть своим слоном на H5 Так, а вот здесь Могу ли я уже взять? Наверное, могу И выиграю пешку, скорее всего Промежуточный ход И забираю ферзя Мне кажется, это гроссмейстер не учел Так, а как дальше этим воспользоваться? Этой ошибкой? Ну, сыграю пока что Конь D1 и Конь Е3 И на Конь F6 ладья H4 Совсем мало времени Нужно ускоряться А позиция непростая для реализации G4 Играю Начинаю использовать предход Потому что без этого Трудно будет выиграть Так, а если сюда заберу Промежуточный? Не выиграю ли я просто здесь Веншпиль в пешечном? Мне кажется, это зевок Да, повезло Зевнул соперник Но дебютная заготовка Дала о себе знать Считаю, что партия проведена была неплохо